В Театре молодежи состоялась пресс-конференция, посвященная третьему международному фестивалю метадрама и премьере спектакля «Легенда уссурийского края», который полон драматического напряжения, неожиданных поворотов линий действий, борьбой и накалом чувств главных героев, потомков древнего правящего рода империи Джорджений. С реальностью жизни Джорджений в Приморском крае много лет назад наш спектакль соотносится ровно в той же степени, в какой соотносится мультфильм «Золотая антилопа» с реальностью жизни Средневекова и Индии. И это принципиальная установка. Вы должны не какое-то архивное содержание, археологическое, не приведи Господь, сюда принести, а мы должны найти зацепки между нами теперешними и ими тогдашними. Спектакль получился интересным и ярким благодаря работе художника-постановщика Петра Окунева. Я не хотел делать этнографическую выставку из этого, не хотел делать из этого исторический экскурс в культуру, очень своеобразную, при этом очень состоящую из множества культур, которая была здесь, когда в Приморском крае Джорджений. Я хотел, чтобы это была легенда. Легенда – это что-то волшебное, это не посещение этнографического музея. Фестиваль, организованный Театром молодежи и приморским драматургом Викторией Костюкевич, будет проходить с 1 по 6 июня. Он представляет собой свод читок, показ эскизов, спектакли по произведениям современных и зарубежных драматургов. Программа всех шести дней очень насыщена фестивалем. Это и круглые столы, это и работа с критиками. Еще раз хотелось бы заострить ваше внимание, что сегодня Театр молодежи за диалог, за обратную связь со зрителем. Будет спектакль в автобусе, который везет международный центр имени Чехова на Сахалине. Они везут спектакль в вторник, короткий день. Начальная локация будет на набережной. Идея фестиваля – знакомство с современной драматургией и режиссерами, а также привлечение нового молодого зрителя. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Екатерина Князева, Игорь Болтов. Новости на восьмом.